Девушки отдыхают Паладинов сказал мне, что я могу провести ночь здесь бесплатно. Да, да. Просто поднимись вверх по лестнице. Пара коек там еще свободна. А почему паладины платят за все? Я не знаю точно, с чем это связано. С одной стороны, я думаю, они хотят, чтобы нищие не ошивались ночью на улицах. Так безопаснее для всех. Ну а с другой стороны, они хотят завоевать расположение странствующих торговцев. Сейчас, когда фермеры подняли восстание, нам остается полагаться только на торговцев в вопросах обеспечения города продовольствием. Кроме того, я думаю, они хотят поднять немного моральный дух в городе. Лорд Андре даже приказал раздавать бесплатное пиво на площади правосудия. Кто здесь живет сейчас? В основном, странствующие торговцы с рынка. Ага. Даже не думай, чтобы пошарить в их пожитках. Мне не нужны здесь проблемы. Несколько вопросов о городе. Где я могу купить что-нибудь здесь? Рынок находится прямо перед парадным входом в отель. Я думаю, ты найдешь там все, что тебе нужно. Также есть несколько лавок-ремесленников в другой части города. Большинство из них находятся неподалеку от городских ворот. Также в порту ты найдешь торговца рыбой. Его лавка смотрит прямо на гавань. Расскажи мне о городе. Хоринис – один из самых богатых городов королевского. Даже несмотря на то, что сейчас он совсем не кажется таким. Но с тех пор, как началась война с орками, всяческая торговля практически умерла. Король реквизировал весь торговый флот для нужд армии. И теперь в наш порт корабли практически не заходят. Поэтому поставки товаров очень ограничены. И многие горожане очень обеспокоены этим. Никто не знает, что принесет нам будущее. Нам ничего не остается, кроме как ждать и надеяться на лучшее. Вряд ли в наших силах хоть что-то изменить. Несколько вопросов о городе. Слушайте, жители Хориниса, по прямому указанию доступчивого лорда Канеля сегодня вступает в силу следующий декрет. Во всех городах и провинциях Королевого объявляется военное положение. Все гражданские судьи должны сложить свои обязанности и передать их королевским паладинам. Высокочтим. Как странно. Мне кажется, мы с тобой уже встречались, путник. Что ж, велики загадки нашего мира. О, прошу простить мою грубость, сын терпения. Я даже не поприветствовал тебя. Добро пожаловать, друг мой. Присядь на мой скромный ковер и выкури трубку, наслаждаясь покоем. Кто ты? Меня зовут Абуин ибн Джадир ибн Амар Халид бен Хаджи Аль-Шариди. Я пророк и предсказатель, астролог и торговец табаком. Что за табак ты предлагаешь? Мои трубки набиты острым, освежающим яблочным табаком. Выбирай, что хочешь, сын приключений. А у тебя есть другой табак? Я предлагаю только лучший табак. Это яблочная смесь, симфония моей родины, южных островов. Но, конечно же, я всегда готов попробовать другой сорт табака, если кто-нибудь сумеет приготовить действительно хороший табак. А как это делается? Возьми за основу яблочный табак и попробуй добавлять в него различные ингредиенты. Это делается на алхимическом столе, если, конечно, ты имеешь навыки в алхимии. Где мне взять яблочный табак? Я дам тебе две порции. А там делай с ними, что тебе захочется. Если тебе понадобится еще табак, то направь свои стопы к Зурису, мастеру зелий. Он производит этот табак и продает его. Ты можешь сделать пророчество? Я к твоим услугам за скромное вознаграждение, о отец щедрости. Сколько ты хочешь? За какие-то 25 монет я рискну заглянуть для тебя в будущее. Но помни, будущее всегда неопределенно. Все, что в моих силах, это уловить лишь крошечные фрагменты времени. Расскажи мне о будущем. Хорошо, о жаждущий знаний. Я сейчас войду в состояние транса. Ты готов? Орки. Они охраняют вход. Старый туннель. Долина рудников. Люди в сверкающих доспехах. Маг. Твой друг с ними. Он ждет тебя. Огонь. Нападение. Могучего существа. Пламя. Многие погибнут. Что это? Город. Руины. Куархадрон из Яркендара. Он был призван. Куархадрон из Яркендара. Извини, видение кончилось. Больше я ничего не смог увидеть. Ты можешь дать мне еще одно пророчество? О, сын загадочного будущего. Сейчас я не в силах приподнять завесу времени. Только когда время подаст мне очередной знак, я смогу помочь тебе еще раз. А когда это будет? Когда будущее станет настоящим, и ты продолжишь свой путь. Слушайте, жители Хориниса. По прямому указанию доступчивого лорда Хагена, сегодня вступает в силу следующий декрет. Учитывая общую ситуацию, леса и пустошку колокольчиков... Каковы твои обязанности? Эти олухи машут мечами, как крестьяне. Но когда они пройдут обучение под моим руководством, каждый из них станет серьезным воином. Я хочу вступить в ополчение. Да? А ты гражданин этого города? Нет. Тогда лорд Андре не примет тебя. Конечно, ты можешь поговорить с ним, но я не думаю, что он сделает для тебя исключение. Каково это, служить в ополчении? Сейчас нами командует лорд Андре. Раньше ополчение подчинялось губернатору. Он понятия не имел, чем мы занимались здесь. Но лорд Андре знает свое дело. Он заботится о своих людях. Каждый, кто вступает в ополчение, получает неплохие доспехи и хорошее оружие. А если ты выполняешь свою работу хорошо, то можешь рассчитывать на поощрение. Лорд Андре дает награду за каждого пойманного преступника. Ты можешь обучить меня сражению на мечах? По приказу лорда Андре мы тренируем всех, кто в состоянии защищать город. Но это касается только боевого обучения. Все остальные виды обучения предназначены только для ополчения. А ты меч-то можешь удержать? Думаю, что да. Ах, хорошо. Ты можешь приступать, когда пожелаешь. Каковы преимущества двуручного оружия? Это просто. С одноручным оружием ты быстрее. Это может стать значительным преимуществом в бою. Двуручное оружие более тяжеловесно и замедляет тебя. При сражении им нужно просчитывать свои действия на шаг вперед. Но оно наносит больший урон. С чего мне лучше начать? С одноручного или двуручного оружия? Выбирай сам. Но даже если ты специализируешься только в одном типе оружия, со временем ты начнешь автоматически изучать и другой тип. Если, например, ты хорошо сражаешься одноручным оружием, но все еще новичок в использовании двуручного, твой навык владения двуручным оружием повышается каждый раз, когда ты тренируешься с одноручным. Правда, в этом случае обучение изматывает сильнее, чем когда ты тренируешься с различным типом оружия по очереди. Тебе нужно просто начать, и ты сам поймешь, о чем я говорю. Да пребудет с тобой Иннос, чужеземец. Что привело тебя ко мне? У меня есть важное сообщение для лорда Хагена. Ну, ты стоишь перед его представителем. Так что там такое? Это насчет священного артефакта, глаза Инноса. Глаз Инноса никогда не слышал о таком. Но это еще ничего не значит. Если действительно существует артефакт, носящий его имя, только самые высокопоставленные члены нашего ордена могут знать о нем. Вот почему мне нужно поговорить именно с лордом Хагеном. Лорд Хаген принимает только паладинов и тех, кто служит паладинам. Он считает ниже своего достоинства тратить время на простых людей. Я хочу поступить на службу к паладинам. Хорошо. Нам нужны люди. И меня не интересует, почему ты решил присоединиться к нам. Если ты поступишь на службу к паладинам, я помогу тебе добиться аудиенции у лорда Хагена. Однако у меня есть приказ принимать в ополчении только граждан этого города. Мой командующий опасается, что в наши ряды могут проникнуть шпионы или диверсанты. Он хочет таким образом свести риск к минимуму. Поэтому ты сначала должен стать гражданином города. Не знаю, имеет это правило смысл или нет, но приказ есть приказ. А нет более быстрого способа присоединиться к вам? У тебя действительно серьезные намерения, да? Хорошо. Слушай, у меня есть проблема. Если ты решишь ее для меня, я обещаю, что ты будешь зачислен в ополчение. И самое главное – никому ни слова. Что у тебя за проблема? Последнее время в городе развелось слишком много воров, и мы никак не можем поймать ни одного из них. Воры действуют очень осторожно. Эти мерзавцы знают свое дело. Я уверен, что в городе действует организованная банда. Я не удивлюсь, если в Хоринисе появилась гильдия воров. Найди главарей этой банды и ликвидируй их. Тогда я смогу гарантировать, что ты будешь принят в ополчение. Неважно, гражданин ты или нет. Но ты никому не должен говорить о нашем соглашении. И где мне лучше начать искать этих воров? Если бы я знал это, я бы сделал это сам. Могу сказать одно. Мы недавно перевернули вверх дном весь портовый квартал и ничего не нашли. Абсолютно ничего. Люди, живущие там, не склонны к сотрудничеству. Особенно, если на тебе доспехи паладина. Но ты не здешний. Возможно, тебе они будут больше доверять. Ты можешь поспрашивать в портовом квартале. Но будь осторожен. Если люди поймут, что ты работаешь на паладинов, ты не узнаешь ничего. Почему паладины прибыли в город? Цели нашей операции являются тайной. Я могу сказать тебе только, что гражданам города не грозит никакая опасность. Тебе не о чем волноваться. Что мне делать, когда я найду этих воров? Если дело касается мелкой рыбешки, рядового вора или наводчика, лучше всего избежать схватки. Просто приди ко мне и доложи. А я позабочусь, чтобы эта мразь оказалась за решеткой. Городская стража может вмешаться в драку. И у тебя не будет возможности объяснить им, что происходит. Кроме того, за каждого преступника, который с твоей помощью будет засажен за решетку, тебе полагается награда. Однако, если ты найдешь логово главарей, ну, тогда тебе, вероятно, не удастся избежать боя. Что я получу от вступления в ополчение? Позволь мне прояснить один момент. Обязанности солдата ополчения не ограничиваются расхаживанием по городу в униформе. Это грязная и даже кровавая работа. Когда ты станешь одним из нас, тебя будет ждать целая гора работы. Но это того стоит. Помимо жалования, у тебя появляется шанс однажды стать священным воином Инноса. По поводу пропавших людей. Оставь меня в покое. У меня полно других забот. Эй, что ты делаешь здесь? Я обучаю парней стрельбе из арбалета и помогаю им стать более ловкими. Ты можешь потренировать меня? Нет, я тренирую только людей, состоящих на службе у короля. Больше никого. Но нам всегда нужны хорошие люди. Так что, если хочешь поступить в ополчение, поговори с лордом Андре. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова